Продолжаем нашу конференцию. Таблицы и индексы Postgres могут распухать, увеличиваться в размерах и как с этим бороться, расскажет наш следующий докладчик. Давайте его поприветствуем. Спасибо. 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 Смотрите внимание, внизу слайда есть желтенькая полоска, она поможет вам ориентироваться. Это, скажем так, прогресс-бар. Чем ближе к концу, тем длиннее полоска. Итак, обычно я рассказываю такие вещи, которые можно применить на практике. Теории я стараюсь давать мало, то есть я считаю, что человек, когда выходит с какой-то лекции, он должен, ну или с доклада, он должен научиться делать больше, чем имел до лекции. Поэтому теории будет очень мало, будет больше практики. История взаимодействия этой конференции с болотом и с вакуумом достаточно большая. Я заглянул на пять лет тому назад и увидел, что в 2018 году Алексей Лисовский предлагал отключить вакуум. Ну и смотрел, что там будет, если его отключить. Далее в 2019 году Анна Атентева предлагала закликнуть в исходный код. Затем в 2020 году Николай Аверин рассказывал про педжири-пак. В 2021 году в неравный бой с болотом вступал Антон. Затем Андрей Зубков в 2022 году и точно так же Вадим Яценко в 2022 году вступал. И если вы у меня спросите, что могу ли я что-то рассказать вам еще, ну я думаю, что да, потому что я считаю, что у всех этих докладов есть один фатальный недостаток. Их рассказывал не я. Сегодня я буду исправлять этот фатальный недостаток. Итак, основные причины появления болота в таблицах следующие. Это длительная транзакция, когда транзакция длительная, не успевает прийти автовакуум и таблица начинает распухать. Неправильные настройки автовакуума. Дальше включение hot standby feedback на реплике. Массовое удаление, когда вы удалили какое-то большое количество, значимое количество данных из таблицы. Неравномерное удаление – это несколько другой термин. Представьте, что у вас есть большая таблица и вы мне оставили каждую тысячную строку, например. То есть 999 строк из 1000 вы удалили и оставили только редкие строки. И получится, что в индексе каждый блок индекса ссылается только на одну строку. Это дикий болот. Это тоже надо учитывать. Ну и есть, соответственно, просто индекс болот, который не регулируется какими-то там настройками. То есть он есть и есть. Сегодняшний план доклада будет следующим. Мы с вами подготовим тестовую среду. Я вам расскажу, как я ее готовлю, какие параметры делаю, какие утилиты ставлю. Затем мы проведем эксперименты. Ну, я вам покажу, как я провожу эти эксперименты. Сравним то, что мы получили, и будет в конце бонусный материал, о котором мы еще нигде не рассказывали. Итак, подготовка тестовой среды. Для того, чтобы результаты тестов были, ну, какими-то повторяемыми, да, мы должны сделать так, чтобы настройки были одни и те же. Поэтому мы должны сделать таблицы индексы какие-то создать, затем установить дополнительные инструменты, провести тесты и провести анализ результатов. Так мы и будем сейчас делать. Итак, для начала мы создадим с вами базу данных, перейдем в нее и создадим там таблицу клиентов. В ней будет три поля. Одним из типов полей является клиентнейм. Сразу создадим ему тип сторожа external, чтобы никаких сжатий там не было у нас. И что мы сделаем? Мы ставим туда 2 миллиона строчек, в котором будет repeat md5, random, текст 65 раз. То есть он будет однозначно попадать в толст. После этого создадим еще один индекс по date time. Создадим вторую таблицу, точно такую же, но на этот раз ставим туда 20 миллионов строчек и md5, random, просто текст. То есть там 32 байта будет, и в толст эти данные не попадают, поскольку они меньше, чем нужно, чтобы попасть в толст. Опять-таки, для того, чтобы эксперимент был чистым, мы отключим все возможные штуки. То есть автовакуум отключим, чтобы он неожиданно к нам не пришел и не испортил нам результаты. Также мы сделаем так, чтобы у нас не было незапланированных чекпоинтов. Зачем это нужно? Затем, что когда мы будем испытывать те подходы, о которых я буду вам рассказывать, я буду в том числе замерять объем сгенерированных val-файлов. Если чекпоинт придет не вовремя, он часть val-файлов может удалить. Поэтому чекпоинты мы как бы тоже отключим, поскольку и часа не пройдет, и 100 гигабайт там не накопится. То есть чекпоинтов там не будет. Применим эти настройки и произведем изменения. В первой таблице мы изменим примерно 30% строк, а во второй таблице мы изменим очень много. Что мы делаем дальше? Дальше среда у меня тестовая, поскольку я все это делал для доклада. Переключаемся на другой val-файл и делаем чекпоинт. Для чего я это делаю? Я это делаю для того, чтобы очистить каталог подживал. Поскольку каждый подход я буду испытывать по 5 раз, и потом усреднять буду результаты. Мне важно, чтобы из бэкапа база данных восстанавливалась как можно быстрее. И вот в этом случае мне нужно от валов лишних избавиться. То есть я сделал чекпоинт, и получается для того, чтобы восстановиться из базы данных, мне val-файл, by-файл по сути особо не нужны. Вот эта строчка, она, точнее вот эти две команды через cd и find, они оставляют в каталоге с подживалами один последний файл. И мы сейчас с вами пришли к следующему, что база данных, такой, какой она сейчас есть, она у нас с вами занимает 11 гигабайт. Я base, вот эту директорию, потому что у меня там всего одна база данных значимая. И подживал у нас 17 мегабайт. Это как бы такая точка отсчета. Дальше что мы сделаем? Мы с вами установим дополнительные утилиты. Эти утилиты находятся в свободном доступе, разработанном внутри нашей компании DataEgrid, pg-utils, staff. И что мы делаем? Мы устанавливаем расширение pg-stat-table для того, чтобы узнать, какой процент болота у нас будет в таблицах. То есть вот эти утилиты, они используют расширение pg-stat-table. Устанавливаем pg-repack, создаем расширение pg-repack, устанавливаем пару библиотек для pg-compact-table. И скачиваем pg-compact-table. Это все утилиты, которые нужны для борьбы с болотом. Помните, мы с вами в первой табличке, давайте для начала первую табличку рассмотрим, изменили примерно 30% строк. Как вы думаете, сколько сейчас болотов в таблице? Ну, вот так, на скидку. Ну, в общем, ладно. Я тоже думаю, что просто так не посчитать, но притянуть можно было бы, наверное. 30. Хорошо, 30. А как вы думаете, сколько покажут сейчас инструменты для измерения болота? 30 они покажут или 25 покажут? 7, 0, 15. Да, действительно, так просто не посчитать. Ну, раз не посчитать, давайте посмотрим. Возьмем нашу утилиту. Смотрите, там есть несколько скриптов для оценки болота. Точная, ну, более или менее точную оценку дает table-bloот скриптик. И менее точную table-bloот апрокс. Но в данном случае мы видим, что у нас он показал для таблицы 1, что это всего 20%, а для таблицы 2 0,4 болота. Хотя во второй таблице-то мы с вами изменили очень-очень много. Если мы посмотрим на индексы, то опять-таки мы увидим, что здесь всего 15%, а в таблице клиент 2 там всего 1%. Ну и почему это возникает? Потому что автовакуум-то мы отключили. Вот если мы с вами сделаем вакуум клиент 1, вакуум клиент 2, то значения обновятся, и они уже будут похожи на что-то понятное. Обратите внимание на таблицу клиент 1, первая строчка. Там мы видим, что почти 7 гигабайт толста у нас содержится именно в толсте. То есть не в самой таблице, а именно в толстой части. Ну и мы видим, что изменился размер оценки, скажем так. После этого что мы делаем? Мы создаем бэкап. Да, ну после того, как я вакуум сделал, там опять-таки поджевал вырос. Используя ту длинную команду, мы снова от лишних val-файлов избавляемся. После этого пишется скрипт, который делает следующее. Он одну и ту же операцию над одной и той же таблицей проделывает 5 раз. Все это выводит в текстовый файл результаты. И я вам покажу уже усредненные. Но на самом деле я хочу сказать, что можно было бы и не 5 раз делать. Вот достаточно было бы одного, поскольку подходы… Ну вот, например, возьмем один из подходов, он у меня длился, по-моему, 506 секунд. И вот на этом большом разлете 506 секунд в первой итерации было 506, во второй 507, в третьей снова 506. Ну и вот, в общем, то есть разлеты по времени, они были очень минимальные. Поэтому можно было делать и по одной итерации. Итак, в общем, наша начальная точка, что у нас 11 гигабайт весит база данных и 17 мегабайт весит пиджевал. Результаты экспериментов. Придется немножко ручки испачкать. Не только ручки. Начнем. Когда вы работаете у себя в компании, либо у вас есть какие-то клиенты, и вы хотите побороться с блотом, нужно обязательно помнить о том, что вся вот эта борьба, она приводит к тому, что повышается нагрузка на систему. На процессор, на диски, на сеть. И об этом нужно предупредить владельца вашего приложения, поскольку, возможно, у него в этот момент назначены какие-то работы. То есть, если вы что-то делаете, то предупредите об этом. Процесс сжатия лучше всего запускать в отдельном терминале, в скрине или тмаксе, и следить за отставанием реплика, поскольку нагрузка может быть большой, количество вал-файлов может быть большим, они могут уйти в ротацию, и реплика может, например, отстать, да так отстать, что ее не догонят. В общем, следить за этим надо. Рассмотрим мы с вами сейчас три подхода. Это команда vacuum-full, pg-repack и pg-compact-table. Самый первый подход – это vacuum-full. Плюсы у него такие, что он есть всегда, то есть вы поставили постгресс, vacuum-full у вас уже есть. А минусы тоже очень значимые. То есть, пока вы используете vacuum-full, к таблице никто обратиться не может, поскольку на нее наложена полная блокировка. И эта полная блокировка наложена на все время выполнения vacuum-full. Если он у вас 10 минут идет, то 10 минут к таблице никто не может обратиться, кроме него. Опять-таки он требует дополнительное место. Запускается таким образом vacuum-full и название таблицы. Что здесь есть у нас? Вакуум-full клиент 1 выполнялся 63 секунды, клиент 2 – 36. Размер директории бейс уменьшился с 11 гигабайт до 7,4. А вот pg-wall вырос до 6,5 гигабайт. То есть вы должны понимать, что когда вы запускаете вот эти команды, pg-wall растет. Размеры таблицы также уменьшились. Мы видим, что клиент 1, в который был тост, он вместо 7 гигабайт стал 5,4. Индексы также поменялись. На графиках это видно вот так. Почему здесь два горба? Поскольку я делал следующее. Я делал vacuum-full клиент 1, потом 15 секунд выжидал и делал vacuum-full клиент 2, чтобы вот эти горбы были видны. Что мы здесь видим? Да, в общем-то, видим, что средняя нагрузка у нас там 291 и опс. И по нагрузке у меня будет отдельный слайд, вот этот сводный, но где-то здесь около 75, может быть, процентов на цепу давал. Следующий вопрос. А что если, допустим, вы забыли мою просьбу, рекомендацию и запустить это все в т-максе, и у вас все сломалось, то есть терминал отвалился или там Ctrl-C вы нажали, что будет, если у нас исполняется vacuum-full? Ну и вот смотрите, мы с вами раньше видели, что vacuum-full у нас идет примерно 1 минуту. Мы запускаем снова vacuum-full и выжидаем 30 секунд. И прерываем через Ctrl-C. Точнее, даже не так. Мы дождались 30 секунд и посмотрели, что у нас сейчас есть. Таблица с бейс, не таблица, директория бейс у нас увеличилась до 14 гигабайт. И в валах было сгенерировано 2,7 гигабайта. После того, как мы прервали, размер базы данных у нас снова схлопнулся до 11 гигабайт, а подживал как был, так и остался 2,7. То есть получается, что какие-то там временные файлики вот эти, они удалились, но подживал как был, так и остался. То есть с ним ничего не случилось. Едем дальше. Pajiri Pack. Pajiri Pack – это отдельная утилита. Плюсом ее является то, что у нее неплохая скорость работы. Она умеет работать с толстым. Не все утилиты умеют работать с толстым, но вот Pajiri Pack умеет. У нее много режимов запуска. Довольно много у нее там кличиков всяких разных. Есть ряд ботировок. То есть если Vacuum Full блокирует таблицу на все время выполнения, то Pajiri Pack берет ряд ботировок в начале и одну в конце на подмену. То есть все время, пока идет Repack, вы можете использовать свою базу данных. И все к ней можно будет обратиться. Но опять-таки можно будет классифицировать таблицу, то есть упорядочить ее по какому-то параметру, если вам это нужно. Минусы требуют места, нагрузка может быть значительной. Если вдруг неожиданно прервался процесс Repack, то нужно чистить руками следы от того, что он делал. Опять-таки минус. Таблицы должны иметь primary key или not-null, уникальный индекс. Pajiri Pack не умеет работать с аналогами таблицами. Скорость генерации вайл может быть большой, но и скорость работы у него по сути не регулируется. То есть он как работает, так и работает. Здесь сделать с этим вы ничего не можете. Там есть одна небольшая настроечка, я вам ее покажу. Не скажу, что прям сильно она будет влиять. Запускаем мы его обычно следующим образом. Путь до бинарника, потом минус D, название базы данных, минус T, имя таблицы, минус E. Этот ключик показывает, чтобы он выводил нам на экран те команды, которые он выполняет внутри себя. То есть он там создает какие-то таблицы, еще что-то. То есть для того, чтобы видеть, что именно он сейчас делает, мы обычно используем ключик минус E. Минус T30. Вакуум фулу для… ой, не вакуум фулу, а в джерри паку для работы нужно взять блокировочку на ту таблицу, на которую он сейчас будет работать. И минус T показывает тайм-аут, по истечении которого, если ему не удалось взять эту блокировку, он что-то сделает. Но что сделает, зависит от следующего ключика минус D большое. Что он обозначает? Если этот ключик минус D большой установлен, и вакуум, и поджерри пак не смог взять блокировку на объект в течение 30 секунд, то он скажет, извините, я ничего не смог. Ну и закончит работу. Если этого ключика нету, то он скажет, извините все, я все равно беру блокировку, всех вас отстреливаю, всех, кто мне мешает. Соответственно, если у вас очень большая необходимость в том, чтобы сжать вашу базу данных, ну там табличку, да, какой-то объект при помощи педжерри пака, то вы опцию минус D большой не указываете. Если у вас критично то, чтобы у вас все работало, как и работало, и вмешиваться ни в коем случае нельзя, то минус D большой лучше указать. Смотрим на результат. Да, и выводим, обычно мы мы через T перенаправляем вывод в отдельный файл, чтобы потом видеть, ну что у тебя там случилось, если что-то случилось через T. Итак, продолжительность 65 секунд. Для первой таблицы вакуум-фулу было 63, то есть подлиннее, да, и для второй таблицы 49. Ужалась директория бейс точно так же до 7,4, а вот подживал вырос чуть побольше. То есть генерация валов у нас в этот раз побольше стала. Таблицы ужались точно так же, и индексы тоже точно так же, как и вакуум-фул. Вот так выглядит график по ЦПУ и по нагрузке на диски, то есть нагрузка на диски здесь чуть повыше, но вы видите, что и горбик по ЦПУ, он тоже гораздо выше, чем на вакуум-фуле. В конце будет слайд, на котором все вот эти графики соединил воедино, и вы это все увидите. У PGRPAC есть возможность распараллелить создание индексов. Вот эта опция минус J показывает, сколько индексов параллельно может создавать он одновременно. В этом случае вы должны понимать, что нагрузка на систему вырастет, поскольку одновременно будет создаваться несколько индексов. Возможно, будет он отрабатывать быстрее. Скажем так, вероятность этого весьма велика. Вот в данном случае, видите, первая таблица клиент 1, она отработала точно так же за 65 секунд, а вот вторая табличка клиент 2, она отработала за 46 секунд. Данные отличаются ненамного, но у меня и размеры индексов, видите, они не очень большие. Если у вас таблицы какие-то большие, то разница может быть более значительной. Ужимают они одинаково, вне зависимости от того, какое количество минус J вы указали. Вот эти размеры одинаковые. И если посмотреть на графике, то мы видим, что здесь нагрузка на CPU возросла, ну и по дискам там примерно так же. Здесь где-то дошел до 95%. Интересный вопрос, что будет, если прервать? Если мы прервем Pg Repack, опять-таки мы подождали какое-то количество времени, бейс вырос до 14 гигабайт, а PgVal до 2,2, мы прервали через Ctrl-C, и бейс стал 11 гигабайт, как и был до этого, но PgVal остался. Но хорошо это через Ctrl-C, а что если мы прервем через какое-нибудь закрытие терминала, или вот Tmax у вас отвалился, ну не Tmax, а вы просто запускали в консольке, да, и консолька закрылась, то он оставит после себя некоторые следы. Когда вы создаете расширение Pg Repack, создается схема Repack, и в ней он создает временные объекты. То есть у вас в базе данных есть схема Repack. Если у вас Pg Repack каким-то образом некорректно завершился, то нужно зайти в эту схему, ну или вы можете сначала сделать дамп этой схемы, причем только схема, да, без объектов, и посмотреть, какие там содержатся объекты. Суть такая, что там нужно оставить только в юшке. Все остальные таблицы и типы вы можете оттуда удалить. Ну не можете, а даже нужно оттуда удалить руками. Также во время своей работы он создает триггер на той таблице, которую он обрабатывает. Этот триггер тоже нужно удалить. Небольшой нюанс есть. Если вы запускаете Pg Repack на таблице, которая интенсивно меняется, то он в лог таблицы, вот эта, которая в схеме Repack, записывает достаточно много данных. И бывает такое, что он работает, 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 уже написал, что 100% выполнено, и после этого он с этой лог таблицы начинает дописывать в конец таблицы вашей основной. Так вот этот процесс, он может затянуться. И для того, чтобы он не затягивался, то есть если вы видите, что он затянулся, что он никак, что Pg Repack никак отработать не может, то вы можете запустить просто обычный вакуум для вот этой лог таблицы, которая находится в системе Repack. Тогда вероятность того, что он закончит, она многократно возрастает, и все будет хорошо. Утилитка еще одна. Pg Compact Table, она была создана в нашей организации. Что она делает? Она основывается на том, что переносит данные с конца файла внутрь файла, и потом конец обрезает. Плюсы какие у нее? Она создает меньшую нагрузку на систему. Остановка не приводит к потере сделанной работы. То есть если вы Repack остановили, то то, что вы там делали в течение, допустим, трех часов, четырех часов, оно все потеряется. Pg Compact Table не такой, то есть все, что вы сделали, оно останется с вами. Работает даже тогда, когда нет перечного ключа и уникального нотного индекса. Плюс здесь можно регулировать более плавно нагрузку дополнительными ключами. Минусы у него, соответственно, тоже есть. Он работает дольше, чем предыдущие утилиты и не работает с болотом в толстах. Запускаем мы его обычно вот таким образом. Pg Compact Table, Verbose, минус-минус название базы данных. Обычно мы делаем initial re-index, чтобы при начале, перед тем, как работать с таблицей, он сначала переиндексировал индексы, которые здесь содержатся. Это уменьшает в дальнейшем нагрузку на диски. Указываем табличку и указываем delay ratio в ноль. Вот этот ноль указывает на то, что Pg Compact Table будет работать максимально интенсивно. Если вам нужно уменьшить нагрузку на диске или вы понимаете, что тот поток валов, который вы создадите вот этой командой, будет достаточно большой, то вы здесь можете указать какую-то цифру. Эта цифра – это не секунды. Эта цифра показывает отношение между тем временем, которое он работает, и тем временем, которое он простаивает. То есть получается, смотрите, он у вас отработал, потом он простаивает. Отработал – простаивает. Если мы указали ноль, он отработал, отработал, отработал. Указали там два, он отработал, раз, два, простоял и снова отработал. То есть это как бы пауза между итерациями. Она нужна для того, чтобы снизить нагрузку на вашу систему. Ее тоже можно использовать. Итак, что мы сделали? Мы запустили вот эту команду для первой таблицы, ну и, соответственно, для второй. Вторую я вам не показываю, там то же самое, только клиент 2. И посмотрите, для Pg Repack было 65 секунд, а Pg Compact Table отработал за 28 секунд в первой таблице. Почему так? Потому что в ней есть блот в толости, а блот в толости он не обрабатывает. Поэтому, по сути, он пробежался по тому болоту, который есть в самой таблице, почистил немножко его, но часть, которая содержится в толости, он не смог обработать. И если тогда мы с вами Vacuum Full делали, он уменьшал, ну и Pg Repack тоже, до 7,4 гигабайта, то здесь он уменьшил только до 9,1 гигабайта. Размер Pg Val также увеличился, причем увеличился он значительно больше, чем раньше. Почему я сказал значительно больше? Потому что раньше был 7,1 гигабайта, но здесь, по сути, он обработал только одну таблицу. Вторую таблицу он чуть-чуть, скажем так, обработал, чуть-чуть что-то там поменял. Размер валов здесь обычно больше получается. Так, таблица клиент 1, она у нас практически не изменилась. Ну, а клиент 2 там толста не было, блота в толстых, там толсто-то не было. Она изменилась. Нагрузка распределена следующим образом. Во-первых, обратите внимание на то, что масштаб вот этого графика, он гораздо больше. То есть, временной отрезок, если мы взяли, здесь он 506 секунд, это и есть 506 секунд. Нагрузка на диске, она тоже здесь видна. И давайте посмотрим, что будет, если прерывать Pg Compact Table во время его работы. Вот мы его запустили. У нас база данных 11 гигабайт, Pg Val стал 673. Мы дождались, пока у нас 17 мегабайт, стал 673. И прервали. Прервали у нас Base 11 гигабайт, а Pg Val 673. Вроде бы ничего не изменилось, да? Но помните, я вам говорил, что он на самом деле сохраняет результаты своей работы. И мы можем с вами убедиться в этом следующим образом. Если мы просто сделаем обычный вакуум на таблицу клиентов, вторую, в которой не было толсто в болоте, болота в толости, то размер таблицы уменьшится. То есть, какую-то часть записи с конца таблицы он перенес куда-то в начало, и вот этот конец обычная команда вакуума, она сможет удалить. Поэтому действительно его можно запускать итеративно. То есть, вы запустили, подождали какое-то время, он какую-то работу выполнил. Допустим, вы увидели, что у вас нагрузка на систему растет, и вы остановили. Потом надо будет, вы продолжили эту работу. То есть, таким вот образом, он менее всего влияет на работоспособность системы. Если смотреть на графики, выглядят они вот таким вот образом. Опять-таки хочу подчеркнуть, что нижний график, он по масштабу гораздо больше, чем три верхних. И давайте мы с вами обратим внимание на таблицу. Я свел все результаты в одну табличку, и мы увидим, что вакуум фулл для двух таблиц сработал за 99 секунд. Pg-Repack за 114, Compact Table за 534 секунды. Сколько гигабайт исчезло из нашей базы данных? В случае вакуум фулла и Pg-Repack 3,6, в случае Pg-Compact Table была обработана только вторая таблица, по сути. В первую у нас блок был в тостер, и Pg-Compact Table не смог его обработать. Сколько гигабайт валов нагенерировалось? 6,5, 7,1, 7,5. Но если вы вот эти 7,5 растяните по времени, они же у нас 500 с лишним секунд, то окажется, что нагрузка на 10 гораздо меньше. Максимальная нагрузка, она здесь пляшет. Конечно, если мы Pg-Repack запускаем, например, с вот этой опцией параллельности, указываем ее каким-то образом, то она будет больше. И средняя нагрузка на 10, в случае Pg-Compact Table, она, конечно, больше, потому что перезаписи требуется больше. Ну и, наконец, бонусный материал, о котором я вам хотел рассказать, Pg-Index Watch. Pg-Index Watch – это утилита, которую разработал у нас Максим Багук, ну и, скажем, еще ряд сотрудников нашей компании. Что это за утилита? Когда-то мы задались вопросом, как бы сделать так, чтобы Pg-Gre сам следил за состоянием своих индексов и сам их перестроивал при необходимости. Сам он это делать не умеет, поэтому нужен какой-то инструмент, который понимает, какие индексы нужно перестроить и какие индексы трогать пока что не надо. И тут возникает вопрос, а как найти вот эти индексы? Как понять, какой индекс стоит трогать, а какой не стоит? И ответ на этот вопрос у нас был следующий. Что мы смотрим на отношение индекс-сайза к real tuples в этом индексе. И суть здесь следующая. Представьте, что у вас индекс, например, занимает 100 мегабайт. Ну и в нем содержится, ну скажем, 100 тысяч tuples. Через какое-то время индекс-сайз стал 200 мегабайт, а количество тапов осталось то же самое. Это значит, что в индексе очень много свободного места. И этот индекс уже хорошо было бы перестроить. Но возникает вопрос, а как мы поймем, что тот индекс, который мы сейчас обрабатываем, в нем уже нету болота. Ну вот над этим мы сейчас с вами немножко поработаем. Смотрите, суть какая, что если для всех индексов, которые у нас есть в базе данных, мы создадим какую-то табличку, в которой будет его real ID, имя индекса, индекс real name, а, real name это имя таблицы, индекс real name, размер этого индекса и оценочное количество тапов, то мы сможем для каждого индекса отслеживать то, насколько он распух. Ну и давайте мы с самого начала установим утилитку эту. Устанавливается она элементарно. То есть вы скачиваете просто набор скриптов, запускаете его, и у вас все работает. Каким образом работает? Работает она следующим образом. При первом запуске, да, это мы возвращаемся к тому, что нам нужна какая-то базовая линия, отталкиваясь от которой, мы поймем, что индекс распух. При первом запуске она перестраивает все индексы во всех доступных ей базах данных, то есть во всем кластере. То есть первый запуск вы можете сделать вручную. Она перестроит все индексы, и, соответственно, после того, когда индекс перестраивает, она вот в ту таблицу, про которую я вам говорил, она запишет отношение только что созданного индекса, его размер и количество realtaps. это, по сути, оптимальное состояние этого индекса. В дальнейшем индексы будут только расти. Ну и, соответственно, вы первый раз запустили вот это все, оно отработало, может отработать за один день, может за час, может за два, в зависимости от того, насколько у вас большая база данных, может там за пять дней отработать. И вы получили вот эту таблицу. Минусы здесь какие-то, не то что минусы, предостережение такое, что не нужно, да, вы это все запускаете через крон, запускаете вот таким вот образом. Не нужно смешивать время работы PgDump, ну или каких-то таких вот обслуживающих процессов, да, с работой индекс-вотча. Поскольку у вас будут начаться букировки, и все будет печально. В общем, лучше всего такой, предусмотрите промежуток времени, когда никто с вашей базы данных не работает. Вот он у нас отработал, и вы можете посмотреть историю, историю того, как он работал с вашими индексами. Как это делается? Вот таким вот простым запросом мы обращаемся в отдельную схему индекс-вотч. Она создается, когда вы запускали там два скриптика. И смотрим, что там есть. И в частности мы видим, что тогда-то в такой-то базе данных был обработан такой-то индекс. Size before, тот размер, который у него был до запуска. Size after 86. Тут же он посчитал отношения. Tuples, оно на самом деле не в килобайтах, это в количестве. Но здесь нам удобнее было сделать так, что он указывает килограмм, скажем так. То есть вы можете вот эту цифру умножить на 1024, у вас все получится. То есть это примерно то количество тапов, которое содержится в индексе. И время, которое он затратил. То есть вот эту историю обработки всех ваших индексов в базе данных Postgres, как он будет обрабатывать, вы можете посмотреть. Она хранится. Для примера, у одного из наших клиентов стоит индекс Watch уже в течение двух лет. И вот эти таблицы с историей, ну и все остальные, все вместе занимает всего 2 мегабайта. То есть, ну, копейки. Тем не менее, история там вся видна. Помимо всего прочего, мы можем с вами посмотреть конфигурацию этой утилиты. Содержится она в папке, не в папке, в табличке config. И там есть такое понятие, как ключи. Ключи бывают следующие. Первый ключик показывает на то, что индекс, размер которого меньше, чем заданный здесь параметр, мы обрабатывать не будем. То есть, если у вас там, например, какая-нибудь база данных, в которой куча мелких индексов, то смысла, допустим, обрабатывать 5 мегабайтный индекс, например, может быть, может и никакого не будет. Следующий параметр, второй, это порог срабатывания запуска индекс-вотча. То есть, если до какого-то индекса вот это отношение индекс-сайз к real tuples увеличилось вот настолько, а он запоминает вот это. Помните, я вам говорил, что он заполнил оптимальное отношение. То при следующем запуске индекс-вотча он обработает этот индекс. Минимум-релайбл индекс-сайз это размер индекса, начиная с которого мы можем доверять показанию статистики. Он уже установлен в правильное значение, поэтому его лучше не менять. И еще один очень важный ключик называется skip. Skip позволяет пропускать. Пропускать какие-то объекты, какие-то индексы, какие-то таблицы. Можно пропустить базу данных, например. Там указывается через маску. Можно задать те объекты, которые вы пропускаете. Как это делается? Запускается функция set-replace-settings, и там через запятую задаются следующие параметры. Имя базы данных, имя схемы, название объекта, таблицы, название индекса. Key – это те четыре параметра, которые мы видели на предыдущем слайде. Value – и какой-то комментарий можете оставить. Например, вот мы вызвали первый раз set-replace-settings для базы данных pg.conf, для всей базы данных, для всех объектов, которые тут есть. Мы установили порог срабатывания 20 мегабайт. То есть все индексы, которые меньше, чем 20 мегабайт, вы обрабатывать не будете при помощи индекс-слочевого. Все эти индексы он будет пропускать. Второй пример, который беленький здесь. Для базы данных pg.conf, схемы public, все таблицы, которые начинаются на ALN, без разницы, какие индексы там есть, мы устанавливаем, что индекс size threshold 10 мегабайт. То есть для всех индексов, размер которых меньше, чем 10 мегабайт, для этих таблиц мы обрабатывать не будем. И следующий пример, последний. Мы пропускаем все таблицы, которые начинаются на ALN. Ну и оставляем комментарий о том, что давайте пропустим все вот эти таблицы. Таким образом, что здесь интересное. Причины появления болота я вам описал. То есть там 7 пунктов, они приведены. Варианты борьбы с ними мы с вами рассмотрели. То есть 3 подхода, да. И с новой телитой я вас тоже познакомил. И я считаю, что самое время ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад и вопросы. Я первый, да, оказался? Ну давай. Спасибо. Два вопроса. И о PG Index Watch, как обрабатывает-то в итоге? Реиндекс или реиндекс конкурент ли? А потом что делает-то? В смысле? Ну, реиндекс конкурент ли. То есть версия должна быть не меньше, чем 12-я, конечно. А, ну все, то есть он конкурентный реиндекс. Да. Хорошо. И второй вопрос. Сказал ты, причина болота в реплике определенный параметр. Еще раз. Определенный параметр. Встань вот сюда в середину. Там лучше, слушай. Ты будешь меня слышать без эха. О. Ага. Вот. Из семи причин блота, одна из причин был параметр у реплики. Да. Ходстенд байфидбэк. Можешь подробнее рассказать? Вы можете... Чем... Погоди. Да. Че рассказать-то? Почему он причина раз, второе, отключили и чем грозит, и в каком случае? Да, конечно. Спасибо. Смотрите, получается, ходстенд байфидбэк показывает на то, что реплика будет... Точнее, мастер будет учитывать то, какие запросы и какой длительности запущены на реплике. Соответственно, если вы на реплике запустили очень длительный запрос, то мастер будет понимать, что данные, которые нужны для работы этой реплики, для работы этого запроса, они еще нужны. И вакуум по ним не придет. Вот. Если вы отключите, то, если запрос будет длинный, на мастере может произойти ротация, потому что он не будет знать, что у вас там где-то запущен запрос, и у вас запрос на реплике свалится. Спасибо, очень интересный доклад. А вот утилита PG Index Watch, она запускается по расписанию, сама кто-то ее должен запускать, и как тогда управлять временным окном? Потому что есть периоды, когда можно, а есть, когда нежелательно. Вы можете запускать ее по крону. Ну, в частности, вот тут вот где-то… А, уже отключили, да? Включите, пожалуйста, презентацию. Ну, в общем, на одном из слайдов… А, вот, спасибо. Сейчас долистаю. На одном из слайдов здесь было указано, что в 00.00 запускай, если база данных не реплика, то запусти на ней индекс Watch, периодик. И все индексы, которые подлежат переработке, он их переработает. Спасибо. Спасибо за доклад. Можно отвертать на слайд… А, спасибо. Отвертать на слайд, где четыре параметра конфигурации pg-index-watch. Да, конечно. Третий параметр, вы сказали, что он установлен в оптимальное состояние, его менять не стоит. А в каких случаях все-таки администратору может потребоваться его изменение? Спасибо. Я не могу сказать, что он требует изменения, просто здесь я хотел перечислить все параметры, которые в принципе есть. Помимо этого, я сейчас еще одну ремарку сделаю. Смотрите, для brin-индексов индекс Watch не работает. Именно для brin. Не B3, а именно brin-индексов. Поскольку пока что он показывает в количестве ожидаемых realtapos какую-то кашу. То есть пока что для brin-индексов, именно brin-индексов, индекс Watch не имеет никакого смысла. Я понял. Тогда в таком случае, если этот параметр, ну, не стоит менять, то может быть, его просто спрятать в константах и не показывать пользователю, чтобы его не лишний раз не путать. Чтобы его лишний раз не трогать. Ну, возможно. Возможно. Так вот слева. Ну, давайте вот в красном. Можно еще вопрос по утилите PG Compact Table. В конце вы показали, что генерация валов, если мы прервали, то они не растут. Соответственно, если у нас ограничения по месту, мы что можем просто не доделать, его просто прервать Ctrl-C и таким образом не допустить рост валов, они все у нас удалятся спокойно. Да. Ну, то есть до чекпоинта, да? Да, потом чекпоинт пришел, почистил. Ага. Все, спасибо. Ну, давайте, да. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, вот предыдущий слайд, второй параметр, я видел у вас это в интернете, там цифра 2. Еще вот, вот еще. J? Да, вот там, где эти все параметры. Вот тут, вот этот, да, J? J2? Второй параметр, который там, ну, когда он перестраивает, когда на 2 там, он 2 у вас по умолчанию стоит, еще нет. Параметры настройки. Так, давайте я на середину встану и попробую ответить на ваши вопросы, если еще раз вы его повторите. Предыдущий там вот слайд был, вот до этого вопроса, где были параметры, 4 штуки параметра. А, понял. Про PGA Index Watch вопрос. Да, из них второй. Одну секунду, сейчас довестаем. Так, так, это табличка. Нет, это табличка. Параметры, они чуть подальше. Вот они. Да, вот второй, scale factor, который на конце. он у вас в интернете 2 стоит. Когда отношение размера таблицы делить на tuples, да, в 2 раза возрастет, то к таким индексам будет применен. Да. Как вот эта двойка была, откуда взята? Ну, это просто, это вы представьте, что у вас индекс вырос в 2 раза. То есть вообще обычно мы индексы перестраиваем следующим образом. Если для таблиц обычно мы показываем 20%, если BOT выше, чем 20%, для индексов обычно если 40%, BOT, то мы на него уже начинаем смотреть. Ну, двойка, она близко к 40% вот этим процентам, ну, 50% там, да, получается. И вы можете здесь поставить любую цифру, она не целая может быть, она может быть дробная. Какую захотите, такую поставите. То есть вы сами задаете, просто по умолчанию у нас стоит двойка. Да, но поменять ее вы можете легко через setconfig. Да, Александр, спасибо большое. Вопрос такой. Рукой, пожалуйста, махните, я... А, пару лет назад, да, Pg Repack не работал с покрывающими индексами, насколько я помню. Вот я не знаю, сейчас ситуация поменялась или нет. И Pg Compact Table работает ли с покрывающими индексами, когда у меня, ну, понятно, первичные ключи, мы там добавляем include и какое-нибудь поле. Ну, может, пару лет назад это было. Я, если честно, не слежу. Я сейчас не могу вспомнить, чтобы у нас где-то внутри компании были обсуждения, ну, по крайней мере, последнее время, что Pg Compact Table или Pg Repack с чем-то не работает. Ну, я просто задавал этот вопрос в рассылку, и там мне ответили, что оно не работает. И у меня тоже оно не работает. Я сейчас не могу прокомментировать. Хорошо, спасибо. Ну, давайте еще раз Антона послушаем. А еще вопрос с точки зрения уже эксплуатации. Ну, просто страшная штука, Pg Index Watch запустить на проде, да, а хочется-то порядок на проде. Ну, то есть запустил, и там у тебя риндексы на полгода. Вопрос, а я могу запустить его, ну, пусть на реплике, понятно, я ее отключу, переведу в мастер, запустить на реплике, он соберет всю статистику, ну, все будет хорошо, и потом эту табличку скопировать на мастер, и пусть он оттуда стартует. То есть получается вы... Не хочу я мастер насиловать первоначальным сбором данных. Да. Я хочу это сделать на отключенной реплике, ну, вот, она, ну, на бэкапе, как хотим назвать. Я понял. И скопировать данные. Там же вроде, судя по запросам, ну, ничего не сломается. Я думаю, что да. То есть я так не делал, но, в принципе, я вот сейчас вспоминаю название таблины. Там же OID. OID сохранится. Он такой же. Да. То есть я здесь не вижу каких-то препятствий. Спасибо. Вот слева мужчина, в светлой футболке. Еще раз руку поднимите. Да. Спасибо большое за доклад. Два вопроса. Первый по BG Compact Table. Правильно я понял про блокировки, что при его использовании блокировка на таблицу не устанавливается? Нет, смотрите. Каждый раз, когда вы работаете, хоть вы селек делаете, все равно блокировка есть. Вопрос, какая блокировка? Эксклюзивная. Эксклюзивная нет. В случае репака эксклюзивная блокировка требуется в трех местах. Одна на создание триггера, вторая на захват. Таблица, третья на подмену. Две в самом начале, одна в самом конце. Эти блокировки очень короткие. А вот в случае Vacuum Full, тут уж извините, сколько он работает, у вас все это время эксклюзивная блокировка. А Compact Table в этом случае? А Compact Table, смотрите, он переносит данные в таблицы с конца начала. То есть он ничего такого не делает. То есть он не создает каких-то новых объектов. То есть, допустим, в репак, он создает новые объекты, переносит туда данные и после этого подменяет. Vacuum Full тоже делает то же самое. А Pg Compact Table он дополнительных объектов не создает, он работает с теми объектами, которые уже есть внутри этой таблицы. Да, спасибо. И про Pg Index Watch. Я правильно понял, что индекс-то пересоздаться, но когда настанет время автовакуума, то есть автовакуум будет также сканировать индекс целиком для элементов wrap-around и прочих. Так, подождите, а при чем есть wrap-around? То есть Index Watch автоматизирует запуск стандартных механизмов Postgres. То есть вы сделали re-index concurrently для определенного индекса. То есть здесь нет нарушения какого-то механизма стандартного для Postgres. То есть все остальное будет работать точно так же. Ну, то есть автовакуум по нему также пойдет целиком и полностью не считать. Конечно. Спасибо. Вот здесь еще вопрос. Да, здесь можно прокомментировать насчет Pg Repack и Unlocked таблицы. То есть что между ними не так? То есть вроде Unlocked таблицы и Repack вроде работают вместе. Так, еще раз. Pg Repack и что? И Unlocked таблицы. Unlocked таблицы? Да. Ой, там была какая-то внутренняя причина, по которой Unlocked таблицы не обрабатываются. У нас коллега расследовал этот случай и вот почему-то там так и оставили. Почему так оставили, я сейчас вспомнить не могу, но вы можете Ишью почитать по поводу Unlocked таблиц. Он прям конкретно хорошо описал на GitHub вот этого инструмента. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Еще вопросы? По центру. Добрый день, спасибо за доклад. Скажите, а Pg Squiz не рассматривали вот в своем сравнении? Еще раз, что? Pg Squiz. Squiz. Нет, не рассматривал. Я на самом деле знаю, что он есть, этот инструмент, но вот как-то так вот пошло, что мы в компании пользуемся Pg Repack, в каких-то случаях пользуемся Wacom Flow, в каких случаях это когда мы понимаем, что, допустим, таблица небольшая, ну скажем, гигабайт, а данных в ней там ну 100 мегабайт. Когда этот процесс очень быстро идет, мы можем аккуратненько это все сделать и в соседнем терминале следить за блокировками, которые установились. Можно так сделать. Аккуратненько, то есть там на какую-то долю секунды или там секунду блокировка будет, но если таблицы небольшие, то это можно потерпеть. Можно? Да, давайте. Большой задоклад. Вопрос сравнивали Pg Repack от Pusgres Pro Enterprise. То есть у них свой Pg Repack есть. И второй вопрос, вы говорили про Pg Index Watch, что делает индекс конкурентли. Но для системных индексов конкурентли же невозможно. Как он тогда системный индекс, он их просто пропускает, не может обрабатывать? По поводу системных индексов не могу сказать. То есть смотрите, индекс Watch он что делает? Он через DB Link, он создает расширение DB Link, обращается ко всем. То есть вы установили индекс Watch внутрь базы данных Pusgres. Он через DB Link обращается ко всем базам данных, которые находятся внутри этого кластера. По поводу системных индексов я вот не скажу. Но они, мне кажется, не то, чтобы очень много места могут потреблять, чтобы там гигабайты какие-то освободить. Есть ли смысл в их запуске? Не знаю, если честно. Давайте еще два вопроса. Спасибо за доклад. Вот мне понравился вопрос про PG-Squiz. Было бы интересно было бы слышать на следующем докладе, может быть там в следующем году. Ваш опыт использования этого инструмента. Также был правильный вопрос про fork, PG Repack, потому что у нас, например, не очень удачный опыт. Я знаю, что там есть ошибки в PG Repack. Мы сейчас используем PG Compact Table. Это тоже древний инструмент и, насколько я знаю, он там не очень, по-моему, развивается сейчас. Ну, почему? Он нас поддерживается. Он внутри компании его поддерживает. То есть, если что-то выходит новое, контрабьюйтесь оттуда. По поводу PG Repack и PG Pro, Господи, Postgres Pro. Postgres Pro мы не поддерживаем. То есть, мы поддерживаем только ванильную версию Postgresа. То есть, у Postgres Professional своя служба поддержки. Поэтому мы работаем только с ванильной версией Postgresа. Ничего сказать не могу по этому поводу. Когда появится поддержка вакуумизации тоста в PG Compact Table? Никогда. Спасибо. И давайте еще один вопрос. Кого-нибудь? Вроде вопросов нет. Тогда мы давайте еще раз поблагодарим докладчика. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok